Отправляется Собственно, довольно неудивительно, потому что сейчас, мне кажется, это один из самых сильных героев И самый сильный DC Очень тяжело его поймать, очень быстро он может фармить Катлмен в ответ банит Честера Тоже вполне очевидный бан, потому что я уже на прошлом турнире говорил, что он может просто стоять в одиночку против двоих героев И это довольно тяжело против него пушить, да и стоять просто на линии Никуда не уйдешь ты с этой линии Ну, собственно, сейчас у нас начнутся первые пики Мне очень любопытно Да, почему мы не используем страйл драфтер, наверное, кто-то может удивиться Потому что там нету рипа, а мы очень хотим увидеть этого персонажа на турнире Будет очень любопытно посмотреть Вот, это единственная причина, почему мы не используем страйл драфтер, по сути Собственно, хейл Хейла взяли команду 2MatchStrive первым пиком Скорее всего, это будет хейл для ботом лейна Чем же теперь ответит у нас TGP Да, к сожалению, мы не можем следить за тем, чтобы выполнялось в 160 секунд Как раз из-за того, что мы не используем страйл драфтер Оставляем это, конечно, на совести команд Так Будем ожидать последующих у нас пиков и банов Сейчас у нас у команды Отваги 2 пика После этого будет пик у команды Чести И уже после этого будет по одному бану от каждой команды Который менеджо выбирает Бастиона и Херраура Для своей команды Где у нас Херраур? Вот он у нас Да, давно я не видел Бастиона Наверное, просто потому, что я давно не смотрел турниров в матче Потому что в пабе никто не берет Что меня удивляет, потому что герой довольно сильный Ну, а Херраур он и есть Херраур На Соло почти Ну, то есть, тоже неулаивный персонаж Как и Гу Конг Тоже с потенциалом на фарм Но не такой простой Итак, Рей берется в ответ К командой Чести И теперь у нас пошли баны Снова, сейчас будет первыми банят команда Вейвор Потом банят команда Глори Ну, то есть, вначале отваги, потом чести Собственно, как вы уже заметили, были сделаны небольшие изменения в моем стриме Теперь вы можете узнать, что это за придурочный голос, кто им обладает и где можно его еще найти На каком канале он стримит Вот, также здесь указан наш сайт Адрес на английский стрим Адрес на тот стрим, который вы видите прямо сейчас В будущем я постараюсь что-нибудь придумать с ссылкой на YouTube канал К сожалению, там слишком длинная надпись И пока что, ну, не было времени придумать, что туда поставить Жидаем мы бану от Коттлмена и его команды Посмотрим, кого не хотят они видеть в том составе, который уже То есть, при вот таких пиках Мокси забанен, как ни странно Мокси отправляется в бан Вот, не очень-то я ожидал этого увидеть Но, в принципе, вот сейчас при такой новой, можно сказать, системе Когда у нас используется еще один бан В принципе, могут быть сюрпризы, которых я не предугадываю В конце концов, можно пытаться контрить пик вражеской команды Теперь гораздо больше возможностей для этого Собственно, теперь у нас Кулгай будет банить героя Чтобы помешать своим противникам Это будет бан Мелоди Собственно, да, огромное количество урона И просто большое количество тоже контроля Не хотят видеть такого контролящего героя В браверской команде Ну, собственно, теперь пик Коттлмена Он будет брать одного героя После этого Давайте я сейчас, чтобы ничего не перепутать После этого Два героя берут команду чести Два героя берут команду отваги И заканчивается Глори забирают последнего героя Так, у нас Айу взяли четвертым Нет, не четвертым, третьим пиком В дополнение к Бастиону и Хереверу Суппорта Итак, Клодеса и Феттерстоун Идут в ответ Я, наверное, буду анализировать команды Уже после того, как мы закончим полностью С пиками и банами Потому что мне немножко довольно тяжело сосредоточиться Потому что я и управляю и драфтером сейчас И проверяю, чтобы все команды То есть От них был ответ какой-то Поэтому я, наверное, волнуюсь Немножко больше, чем обычно Чтобы ничего не перепутать Ожидаем мы следующего мана Вот как раз последние два пика И мы сможем увидеть полностью команду Вейвор Что им вообще сейчас нужно? Уже не важно Потому что они взяли Трикси и Заку Трикси и Заку Последние двух магов взяли Два суппорта теперь у них в команде Если честно, это меня немножко удивляет К тому же Судя по всему Команда Котл Мэна Собирается просто Запушить вражескую команду Просто под своим напором Заку, Трикси, Ая, Бастиан Просто полностью пушащая команда Абсолютно Единственное, что Хэровар Немножко выделяется на этом фоне Ну, то есть Хэровар это явно план Б Если они не смогут просто задавить В элли-гейме То они попытаются переключиться на то Чтобы Хэровар их вытащил То есть запасной план при себе имеют И последний пик Мы ожидаем от команды Чести От команды Too Much Strife Собственно, кого им не хватает У них есть в принципе Ну что ж такое Не успевая я поразмышлять И уже берутся они Джинши Последним пиком Дождемся теперь Когда команды будут готовы И тогда я смогу Наконец Немножко посмотреть На пик И рассудить Чей пик Ну в принципе Уже у меня Абсолютно понятен план команды Ти Джи Пи Они собираются просто давить В элли-гейме И ну в крайнем случае Надеяться на Хэровара Более-менее Такой стандартный пик У команды Glory Который вроде как Нацелен на Мид-гейм И в принципе Есть и элли-гейм И мид-гейм И лейт-гейм Но все-таки В элли-гейме Они вряд ли Смогут Что-то противопоставить Против такой пушащей силы Но посмотрим Коттлмен готов Кулгай Видимо готов Сейчас мы дождемся Подтверждение Нет Бэба Ты в другой команде Не нужно говорить Что Задружалась команда Что она не готова Окей Ну что ж Поехали Я уже сказал Ну то есть Я не буду уже Наверное повторяться Это будет глупо звучать Сейчас я Настрою Последние Тоже свои Приготовления Чтобы Мы видели Все пики И баны В В Ванном экране Наверное Еще придется Настраивать Команды Я еще раз Извиняюсь Что я немножко Не собранный У нас Большие проблемы Сейчас Скажем так С добровольцами Кто бы нам мог Помогать Ну Вот Как-то Приходится делать Все Небольшим числом Людей Но Это не значит Что мы не должны Смотреть матчи Я надеюсь Вы Да Пока что Конечно У нас Список Игроков Исчез Я наверное Уже Включу Вот этот Экран Быстренько И Заканчиваю Свои последние Приготовления Это конечно Занимает Немножко Больше Времени Чем я думал Так у нас Начинается матч Сейчас мы уже Окей Вот так вот Лучше Мне кажется Ну что ж Давайте посмотрим На еще раз Составы команд Кто каких Пэтов взял Хейл У нас За Хейла Будет играть Реф Который Взял Вау Тинка Взял Вот это Неожиданность Я даже Не думал Что увижу Этого Пэта На Хоть На одном Турнире Ну что ж Мы увидели Кулгай Икс Будет играть На Клодейсе И У него Пуандер Уже Более Более Стандартный Пэт Панда Стэл Тоже С Пуандером Будет играть На Джинши На Пенас С Баундером На Фетер Стоуне Здесь Ничего Необычного Молдова Играет Пэт С другой С другой стороны С другой стороны У нас Террош Он будет Играть На Триксе К сожалению Сейчас Пока не видно Пэт Я не успел Присмотреть По моему Это Пландер У Энн Нуба Который Будет играть За Бестиона Каттлмен Джо С Пландером За Кул Бэба На Айя С Боюсь Ошибиться Но по моему Да Это Мистик Абсолютно Точно И Айфу Играет На Хэрвэре Пойдет Он На Ботом Лейн То есть В принципе Вот Как бы Команда Вейлор Может идти Просто Как угодно В любом Случае Они будут Просто Давить Противника Потому что Пуш Потенциал Просто Огроменнейший Что же У нас На Другой Стороне Скорее Всего РФ Пойдет На Ботом Лейн Коудесу И Джинши Возьмут С собой Ну то есть Фетерстоун Наверняка Пойдет На топ Ему Наверное Будет Помогать Коудесу И Джинши С Реем Оказываются На Миде По моим Ощущениям Айфо У нас Чему-то Не может Сгрузиться Так У нас Проблема И так же Умно Пинансов Не подготовили Не прогрузили Не прогрузили Компьютер Перед тем Как Заступить На турнир Заставляют Нас ждать Да Собственно У меня Пока Есть Время Еще Исправить Небольшой Недостаток Тим Гори У нас Too Much Strife TMS Тим Вейлор У нас TGP Теперь Все правильно Счет 0-0 Что Собственно Да Что-то Айфо Какие-то Проблемы Явно С компьютером Надеюсь После такого Ожидания У нас Не ждет Игра На 15 Минут Будет Действительно Ровная Интересная Борьба Мы пока Можем Рассмотреть Например Стартовые Айтемы Но правда Не все Еще Закупились Кто-то Наверняка Еще В Альтабе Смотрит Видео На ютубе Например Калдеса Пошла Полностью В ману Видимо Это будет Совершенно Запортищик Калдеса Которая Будет Выхиливать И наверное Весь урон Будет принимать На себя Фатерстон На топе Который Взял Дамаг Собственно Для того Чтобы Фармить Более Эффективно В отличие От него Пандл Стайл Все-таки Закупился Здоровьем И будет 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 Молдовы С Джин С Джинши Которая Пойдет На бот И Молдова Идет С Хилом С Ревом На Мид Бестион Будет С Трикси Пытаться Как можно Быстрее Покорить Миду Лайн Здесь У нас Будет Бэба И Кэтл Мэм Джо Отбиваться Если честно Вот В этой Линии Я не Очень Уверен Потому Что Одна Ошибка И В принципе Никто Из них Не Обладает Большим Количеством Здоровья И Айфу Отсоединился Опять У нас Технические Проблемы У Одного Из Огроков Надеюсь Это В скором Времени Исправится Собственно Да В принципе На стороне Вейлера Тоже Никаких Неожиданностей Передают Привет И у нас Товарищи Да Пребудет С тобой Сила Против Команды Релит Да Нацуки Будет Играть В следующем Матче Так что Довольно Интересно В следующем Матч Будет Мы его Тоже Будем Смотреть Для тех Кто Недавно Присоединился Весня То есть Мы оба Полуфинала Посмотрим А потом Переключимся Сразу На финалы Один Пландер На миде У команды У команды Вейлор Два Пландера То есть Два Пландера На миде Один На топе То есть Сразу Видно Что Здесь Пуш Потенциал Гораздо Больше За Ку И Куда Еще Больше Это Наверное Это Самая Такая Кучащая Комбинация Бестен С таким Магнитом И Расскажу Что Есть У меня Локализация Я Наверное Сейчас В ближайшее Время Дам Ссылочку На Нее То есть Я Перевожу Strife Более Мед То есть Обновляю Версию Скоро Выходит Новый Герой Все Знаете Это Не секрет Как только Он Появится Я Тоже Сразу Переведу Версию То есть Перевод Сейчас Обновлен До Текущей Версии Что У нас Происходит Айфел Смотрит Последний Эпизод Побега Любопытно Собственно Да У нас Есть Пока Такая Возможность Времени У нас Оно Еще До сих Айфон Не хочет Никак Присоединяться Не хочет Играть Видимо Посмотрел Сказал Почему В моей Команде Четыре Пушера Это Некрасиво Давайте Я не буду Играть Видимо Правила На Ссылочку Наконец-то Айфел К нам Начинает Присоединяться Да Да Будет Я Еще раз Говорю Будет Безумно Обидно Если Вдруг Вот После Такого Ожидания У нас Предстоит Увидеть Одну из самых Коротких Игр Ну Собственно Это В том Будет Сам Случай Если Все Таки Задавят Команду Вейлора В общем Будем Смотреть Есть Что Посмотреть Что Же Такое У Айфел Обычно У него Всегда Все Нормально Он Же Вроде Товарищ Мой По Команде И Вроде У него Все Обычно Нормально Я В первый Раз Вижу Чтобы У него Были Какие-то Проблемы С тем Чтобы Заходить В Игру Рэй Уже На Меде Поставил Две Мины Собственно Явно Собирается Уже Начинать Бороться Против Пушей Сейчас Заодно Он Отрегенет Ману Под К Да Больно Же Ты Божешь Ты Божешь здесь он снова не отсоединится сразу же как только он загрузится пожалуйста iphone не подставляй на всех сто процентов он здесь говорит тот же говорят что они готовы не готовы ждать еще больше явно а да была такая проблема у меня когда-то свое время снимают паузу отлично наконец-то мы начали игру я думаю стоит теперь еще раз вспомнить кто у нас будет играть потому что мы уже все позабыли быстренько это сделаю на пенас на фетерстоуне с баундером его будет саппортить кулгай икс на колдесе с пландером а рэй за рэй будет играть молдова он будет ему будет помогать рев играя за хейла с тинком вот контур для двух пландеров как раз и панда ставил на боте на джинши с пландером против него будет стоять айфл тоже с пландером ну пт рэй будут пытаться протолкнуть не до лэйн против тинка и мин на бастионе и трикси и котл мэн джо с бэбой будут пушить топ на заку и ай с пландером и мистиком я не думаю что нас ожидает я не могу убрать хреньки по бокам потому что тогда там будет черная экран потому что у меня немного нестандартное разрешение меня не 16 на 9 конечно команды скорее всего будут пытаться играть агрессивно но все равно или если ты имеешь ввиду просто изображение героя в принципе их я могу вернуть конечно поменьше сделать но в любом случае в тимпайте я просто буду убирать все когда он будет наступать но пока что это в этом нет необходимости конечно команды будут друг друга хорошите я думаю но сразу убийств дожидаться рядность вряд ли стоит ожидать убийств ранее стадии игры тут будет борьба пуши пуша против контр-пуша ну контр-пуш это у нас на меде я не уверен что будут делать напинас и кулгай против такой комбинации вот им как раз и нужно будет агрессивничать и пытаться убить как-нибудь либо к этому она либо либо бэбу щитом наносит урон каталменов харассит использует активно ману но маната заканчивается а каталмен и бэба каталмен сейчас от коконов просто отрегенится а бэба и так у него хватает ман и он доставил здесь немножечко страдает на ботом лейне зато у хераура как раз все отлично то есть преимущество по фарму больше чем 130 гпм а приходится надо ставить отрегениваться и под вышкой пытаться добивать крипов на на топе я как я говорил проблемы конечно у кулгай и напинас потому что против такой пушащей силы это даже не только защищать вышку довольно тяжело но и просто даже фармить потому что крипы постоянно под башню там добивать довольно сложно говорят что кто-то ушел но на самом деле все еще находятся тут как раз на миде у команды glory все более-менее хорошо то есть и фарм есть и в принципе вышка их не сильно пострадала но то на топе уже почти половина вышки нет на против панда ставил хоть и защищает активно свою башню но фарма тут у него относительно херлора не так уж много потом она попадает дрэгон рич но особо погоды он тут не делает котлмена активно тут коконы раскидывает в кустах просто дает им бесконечным манам бесконечный хп но при нас и кулгайт немножечко отпушивают линию к центру что ж мы ждем шестых уровней ну если не считать бота там уже конечно есть шестые уровни но там вряд ли кто-то будет рисковать здесь у нас молдова явно получил много урона но отошел вовремя он доставил сайфелом обменивается уроном на пенас использую щит немножко пытался контратаковать но крипы просто сбили щит под бафом пландера и никакых шансов ему не оставили нанести урона либо каталмена либо бэби выравнивается постепенно графики немножко получше начинают фармить на топе и на ботом лене но все равно на ботом лене разница весьма ощутимая у нас очередная пауза да вот с котлами трикси здесь да обсуждали мы кстати на закрытом бета-тесте но как-то почему-то эта тема оказалась забытой по моему не будет этого фикса в ближайшее время но да мне стоит снова поднять эту тему что котлы наносят ну просто страшнейший урон по таурам ну естественно если есть крипы вот такой котел не наносит нисколько урона ульта а и куда она была отправлена сейчас на мне неизвестно потому что никто даже близко не даже не близок к смерти но я думаю вот уже если не на этой волне то наверно на следующий таур упадет он доставил вынужден использовать свою ульту чтобы немножко отрегенить хп сложно тут конечно на пенасу и кугаю против двух самых мощных пушилов и их вышка уже падает наверно да прямо сейчас бэба активно полез вперед получает много урона но на пенас тоже тут довольно получил много от котл мэна в ответ и поэтому расходится без потери если конечно не считать потерянной вышки отличный стан от рэя но тут щит от бастиана и будто и не было никакой инициации никакого урона не наносилось а я выходит на миду лейн сейчас они будут как раз давить эту линию на самом деле мне кажется что лучше было бы пойти на ботом лейн и просто его тоже быстренько снести потому что туда сейчас никто не сможет приместиться потому что катал мэн будет продолжать пушить ну взлетает под вышку получает оттуда несколько пинков и выходит оттуда уже с половиной хп на 100 полный нет параллельно сейчас никто не играет мы будем смотреть второй полуфинал сразу после этого матча продолжается у нас противостояние втроем против двоих на миде держится до сих пор молдовы и рф рф мины дальше страйк вот теперь колодеса переключилась теперь нам будет пытаться в одиночку тут справляться с катал мэн и у нас теперь три на три на миде следовательно у нас еще больше увеличивается вероятность того что здесь будет сделано первая кровь давайте мы пока посмотрим график как и предполагалось преимущество пока на стороне команды в эйвард на стороне команды ти джи пи но они покажутся но преимущество не такое уж большое ставили тут на пенаса восполнять потерянный фарм сейчас он очень нужен четвертый в своей команде по фарму ниже всех команды противника панда стайл тут налетает немножко на айфу не очень сильно ему сносит хп собственно как я и ожидал игра довольно ну скажем так пассивная киллов здесь нету хотя вот бэба собирается тут на панду напасть но панда вовремя или нет или не информирован о том что противник отсутствует на линии заходит он в кусты и тут его начинает уже окружать бэбы панда стайл делает отличный стан урон наносит большой урон наносит бэби выживает без каких-либо проблем каталмэна тут одновременно нет скорее каталмен уже почти было поймал на пенаса но теперь он получает урон да здесь у нас ничего не происходит интересного каталмен посихоньку сгорает но сейчас он получает защиту от смерти каталмен на пенас слишком агрессивно сыграл и был наказан каталменом жуки биорой его просто съели а здесь бэба как я и говорил быстренько начинает сносить ботомлэйн панда просто ничего не может против этого предпринять ну а на меде все так же тихо мы ведь не пропустили никакого убийства а ну да только фетерстоуна все правильно так что была у нас первая кровь на той плейне детской каталмен не растерялся не запринкал в общем там ситуация была полностью в его руках мид продолжает все еще стоять но теперь опять здесь собираются три персонажа мега пушера напи нас продолжает страдать на топе от каталмена может здесь поделать работает все же тинг более менее то есть вот уже столько времени удалось продержаться но посмотрите какой урон наносит котел трикси это это же просто имба как против этого бороться другое дело что трикси довольно тяжело попасть этим котлом в тимфайте как я говорил в лейтгейме у вейлор может быть ну просто огроменные проблемы но вышка так и потеряна здесь давайте еще раз посмотрим график чуть больше четырех тысяч нет ну уже четыре почти чуть да больше четырех тысяч пятьсот разрыв растет но не так катастрофично как я думал я конечно тоже очень неприятно для тебя и вот здесь напинаться он очень далеко ушел без какого-то поддержки и а его окружает и боюсь что тут ему уже не дадут уйти ах еще и виндраж использует бэба хило для напинаться и в последнем нет не спасает все-таки кукай элементы последним ударом добивает нужны ганги для команды тима панда стайл агрессивней ищет и использует свою ульту но по хевру не так просто попасть ультой джинжей но продолжает тут спамить минами у него есть виндраж много урона успевает ускакать он вовремя делает станки в основном по крипам потому что ему надо будет сейчас наверно отойти назад отрегениться на 15 тем временем переходит на мидуэйн не уверен что ему здесь удастся пофармить спокойно тем временем команда вейл разобирает у нас постепенно балдира тут их конечно находит кулгай но хотя они могут здесь вполне навязать борьбу бэба получает тут много урона ульта от заку его сейчас спасет но при этом не удается ему захилить самого себя кулгайу приходится тут отходить мощное замедление бестин тоже тут ловит много урона от напинанса который вроде бы не имеет никакого фарма но все равно может по заднице если слишком далеко залезешь и в итоге конечно у нас забирает команда Глори балдира вот так вот не все плохо для ТМС сейчас идет и ведь каждый такой маневр приближает лейтгейм уменьшает расстояние до лейтгейма на минуту может быть но этот балдир позволяет сократить расстояние до отставания до примерно 4000 тем не менее великий пуш команды тгп продолжается хотя вот здесь они не рискуют идти на вторую пока что вышку пытаются тут окружить напинанса панда тут постоянно использует ульты чтобы просто отрегениться неприятно стоять против херера который фрифармит у него уже почти 600 гпм поэтому в принципе запасной план у команды весьма рабочий надеяться на него вполне можно вот уже зелотблейд собрал решили топ запушить вместо меда тут уже подтягивается хел и возможно инициация нет на винраши убегают товарищи команды тгп и не получается навязать драку на пинас получает тут огромное количество третьим отскоком котла продолжает пытаться отгонять херера играет айфу снова тут какая-то движуха собирается около балдира да балдира еще наверное минуты две а уже все собираются здесь метят себе территорию стараются взять позицию удобно защищает нейтрал вокруг вот здесь тмс все-таки зачислили территорию кугаи оставили одного защищать топ-вейн и три человека обороняют миддл-вейн не самое интересное хорошее решение как мне кажется потому что кулгай тут просто ну абсолютно ничего не сможет сделать если захотят конечно пушить ну вот тут у нас перемещается молдовы на пинанс на топ но уже тут ловить некого отошли потому что был вижен и вовремя успели отойти панда панда и рэф тут решили насесть на линию айфала и возможно пропушить но панда говорит что ему нужно где-то помочь ага новый балдир балдир уже все-таки уже стоит на месте есть заготовлена у нас ловушка от каталмена его любимым героем играет сегодня и сейчас будет еще очередной тимфайт харвар тоже приближается к полю боя кулгай заходит на ловушку и дезактивирует и вот уже будет первый наверное тимфайт 5 на 5 на пинанс просто получает огромное количество урона ульты от бастиана и квалдесы отличная ульта от трикси который просто троих превращает в лягушки однако урона пока что у команды вейвара не хватает панда тут пытается добить бэбу и не попадает своим станом и в итоге сам помирает тоже ель с трудом огромнейшим тут просто все лол хпшные ну разве что молдова он просто использовал всю свою ману погиб фатерстоун таки и джинши то есть тимфайт выигрывает команда TGP на на двух человек рф влетает тут в бэбу который как-то неловко зашел но при этом он хорошо уворачивается от дрэгон рича колдесы ну налетает тут на молдову наносит ему постепенно урон прикрывает о боже мой сообщение мне на телефон приходит а спасается бегством кулгай и никто не погибает но я думаю это болди команде отваги отойдет почему еще не конец на пенас уже воскрес и он рвется в бой и молдова хотел бы сказать застревает в ловушке но он просто ее активирует и выходит из нее и будет ли команда вейлера сейчас рисковать забирать вышку трикси тут в одиночку влетает на фотосона рэп получает керст вент но он может вовремя отскочить в отличие от на пенаса который немножко получает урона панда стайл влетает тут двоих противников но урона здесь не хватает а уже тут те кто добивали баутира вокруг ульт ая совершенно промахивается мимо молдовы на пенас совершенно удирают потихонечку и опять никто не погибает но баудир пал в пользу команды gp и вышка на боте немножечко проседает у команды чести наконец-то у нас пошел экшен после весьма довольно таки скучного старта пока никого не удалось убить команде тмс но как я уже говорил у них лейтгеймовая стратегия у них есть хейл у них есть петерстоун нацепить джинши эффективный рейд до самого конца будут эффективны чего не скажешь например абай или который в основном будет на суппорте или заку которым в скором времени превратиться в ходячий ульт мне так кажется можно посмотреть немножечко предметы персонажи здесь харвар оборачиваться на джинши собирают суппорты да здесь у нас каталмен будет ходячим щитом и уходячей ультой а этот выше топ заканчивает а я у нас будет у нас танковая такая а я будет напи нас округает заху пытаются обойти спину но слишком уж шустрые бэбы каталмен каталмен правда не настолько шустрый его ловят бэба пытается его прикрыть получает очень много урона сразу себе напи нас пытается закончить каталмену но тот убегает но бэба даже с ультой заку не справляется тем временем на миде террош тут у нас вынужден использовать свою ульту чтобы просто уйти оттуда спасается но в итоге у нас первое убийство для команды чести и это приближает их к лейтгейму так так такому важному такому значащему такому желанному закула несмотря на то что чуть было не погиб продолжает тут в одиночку кушать линию но я думаю он сейчас зачистит это этот крип вейв и уйдет отсюда что у нас с графиками сейчас мы посмотрим здесь не происходит никакой инициации сейчас наверное кулгай и на пинанс просто отойдут назад разрыв уже растет уже десять тысяч примерно по золоту примерно шесть семь тысяч почти по опыту но в скором времени эти графики могут пойти наверх а реф тут и молдова решили затеять поход на балгира скрытный и команда отваги никак не догадывается об этом и они сейчас конечно подходят вот на пинанс уворачивается от бастиана рей погибает на пинанс попадается в ловушку тоже помирает и сложно сказать стоил лет того этот балдир но в принципе учитывая что цель команды отваги просто запушить вражескую команду это оттягивает очередного то есть оттягивает дарквейвов носителей и и против дарквейвов тут будет ну очень тяжело а его тут получает много урона от панда стайла но я думаю здесь убежит спокойно нечем замедлить панда стайлу в и она какая еще все еще растет разы но нужно фатерстон до сих пор очень мало фарма имеет никак не не дают ему никакой возможности Да, Team Golden Protector, видимо, так расшифровывается, я в принципе догадываюсь, что так оно и есть. Но, в принципе, они зарегистрировались под коротким названием, поэтому вдруг мы не правы, Риксон. Вдруг это не правда. Вдруг они что-то другое под этим зашифровали. Хотя я почти уверен, что это действительно Team Golden Protector. Айфа до сих пор с ГПМ-600, его не так легко поймать, не так легко убить. На, пенасы Молдовы тут пытаются скулая вместе пушивать мид, и в принципе им сейчас это удается. Панда ставил, промахивается станом и сейчас использует ульту просто, чтобы выжить, но Айфа продолжит его харасить. Не приходится отходить панда ставилу, просто потому что он промазал станом. Много урона получает панда ставил, Айфа даже запрыгивает под вышку зачем-то, чтобы нанести дополнительный урон. Катлман у нас продолжает собирать мана предметы. Я думаю, следующий предмет у него будет Дайдема. Который он увеличит урон, который он наносит весьма значительно, потому что у него сплошная мана. А тут вывозку на Терроша объявили Молдовы, Рефы и Напенас, и Террош тут окружен со всех сторон. Хотя вот ульта Ай помогает ему, но... Хороший ульт, конечно, но я думаю, это не поможет ему выжить. Эннуб тут пытается навязать борьбу, тут же приближаются его товарищи, но их отрезает Кулгай. Бестиан падает, в итоге, не дождавшись поддержки, и это 2 к 0, извиняюсь. А тут уже новый Балдир возродился, и теперь должны как-то отбиваться команда Отваги. Втроем против пятерых. А ведь это третий Балдир для команды Тим Эс. Рева тут не ловит, но Панда Стайл просто отлично залетает, Катом Мэн успевает каким-то образом тут закинуть на себя ульту. Пытается он сжечь по Молдову в ответ, но не получается. И в итоге теперь уже это 5 к 2, Беба и Айфа просто отходят. Теперь они вынуждены отбиваться от Дарквейвов, от Носителей Мрака. И, собственно, начинают потихоньку перетягивать на себя инициативу. Отличный врыв от Панда Стайла, здесь был отличный ганг. Здесь Квалдеса хорошо отрезала просто подкрепление для Бестиана. И сейчас будут пытаться проломить Мид. Замедляет, ну, всю тут вражескую команду. На Пинас пытается с ультой тоже настрелять кого-то. Но в итоге Мид как раз защищен. Нету больше здесь Дарквейва, ни одного Дарквейва не осталось. Айфу возвращается на свою линию защищать Дарквейвов здесь. Много он наносит урона. Панда тут залетает, пытается попасть по Айфу, чтобы просто тут все крипы по нему надамажили. Вышку попытаются здесь забрать. Но, как видите, даже первую вышку пока что не удалось забрать. Просто потому что, ну, пушащие силы. Силы, которые убивают крипов, просто много. А я ошибся, не дай ему взял сейчас Кадл Манжо. Конечно, сейчас это более чем правильный предмет. Панда Стайл тут получает от Тауэра просто огромнейший урон. И Айфу, я думаю, тут не упустит Панду. Хотя и Айфу тут получает много урона. Кулгай пытается захилить, но не успевает. В итоге, Харвар тоже погибает. Обмен 1 плюс 1, но плюс вышка. Да, вот я говорил, что я ошибся. У Кадл Мэна появляется Айф Тэмпра. Он как раз и он сейчас промахивается против Напиназы, что, в принципе, спасает ему жизнь. Ну, и теперь, ну, должны сейчас, наверное, забрать команду ТМС эту вышку. Да, вторую вышку они забирают за 2 минуты. Это должно снова немножко график поднять в их сторону. Разница примерно 7500. И если так пойдет дальше, то команда ТГП очень скоро может оказаться в отнюдь невыигрышной ситуации. Заготавливает тут Катл Мэн кокон. Видимо, уже готовятся обе команды к тому, чтобы пойти снова на Балдира. Кулгай Икс тут находит его Н-Нуб. Ну, в принципе, не так уж много урона он сам может нанести. Зато вот Айфу, который подходит тут рядом, получает Хекс Айфу. Реф влетает, но не ультует пока что. Напиназ тут с маленьким количеством КП в самую гущу заходит. Айф Тэмпра тут попадает по 3 героям. Замораживается их. Двое уже погибли у команды Вейворд. Тем не менее, продолжает сражаться Глория. Ну, тут опять погибает Клодесса. Панда Стайл пытается добить Айфу вместе с Ревом. И теперь они... Реф тут должен спасаться один. Один он выжил. При этом убили они только одного Айфуа. И, скорее всего, Балдир упадет в сторону команды Вейворд. Но для них это второй Балдир, а не третий. Реф зачем-то тут даже пытается еще навязывать борьбу. Но я не вижу в этом смысла. И ловит его Айф Тэмпра. Ловушка. И сейчас ему будет очень неприятно. Хотя, конечно, у него... Нет, все-таки сгорает она от Тэрэша. Несмотря на наличие у него... Барьера. Генератор получает тут небольшой урон. Но я думаю, сейчас с этим справятся команды. Чести. Очищают они... Крипов. Молодовый и Напинус. Это поможет Напинусу немножко восстановить свой ГПМ. Ну что ж. Вот сейчас не в сторону команды Глори пошел Тимфайт. Это, конечно, очень опустит их график. Десять тысяч. Разрыв. Но при этом у... Почему Фетерстон? У Хэррора упадает ГПМ. У Фетерстона немножко он поднимается. Пока что, конечно, это незначительные цифры. И тут уже, возможно, борьба за Синдару. Панда ставился нубом. Тут борется, кто перепушит кого. Потому что эти товарищи оба довольно танканутые и не смогут нанести друг другу много урона. Айфул тут забирает Вижен. Но ненадолго. Так, готовятся тут обе команды к возможному Тимфайту. Здесь, на боте, уже вся команда Отваги сюда потянулась. Хелл будет последним, кто здесь окажется. Не думаю, что вообще Тимфайт здесь имеет какой-либо смысл. Потому что, какая бы команда его не выиграла, вряд ли они смогут настолько хорошо забрать. На Напиназа тут нападает собака Айфула. Но тут его и выхиливают. И так уж значительно. Молдова чуть не попадается в Айл оф Темпра. Это была бы очень большая ошибка с его стороны, если бы его поймали. Тем временем, снизу, нападая на Напиназа, он отпрыгивает в сторону. И начинает наносить уроны постепенно. Эннуб делает ульт. И сейчас тут больно будет и Фетерстоун, и Клаудейси. Уже упала Джинши. Реф вообще тут подходит только сейчас. И очень неудачный, очень неудачный Тимфайт для команды Чести. Никого они не забирают. Долгом не надамажили они противника. Немного удивляет. Пропустил я тот момент, почему Реф на Хели не был рядом с этим Тимфайтом. Хотя там очень хороший ульт можно было дать. И начинают атаковать Синдару. Котором Мэн ставит ловушку в кусты. Теперь туда просто нельзя зайти. Кулгай заходит внутрь, но тут же его начинают фокусить. Молдова замораживают. Кулгай падает. Думаю, лучше бы они просто отдали Синдару. В конце концов Синдар все равно упадет. А так они еще потеряли одного героя. Впрочем он успеет, Клодес успеет возродиться к тому времени, как пойдет Крайтос. Собственно эта вышка просто однозначно упадет. А здесь у нас еще третий Балдир. Третий Балдир. И теперь будет совсем неприятно. И возможно это закончит игру. Напинас тут пытается как-то отвлечь противников. Но по-моему он сейчас просто умрет здесь. Да, собственно. Непонятен мне этот маневр. В итоге без Напинаса будет защищаться команда Чести. И можно... Это очень большой риск. Это может проиграть игру. В команде ТМС. Ну что ж, пошел у нас Крайтос. И возможно это может быть последний тимфайт. Бэба тут ставит пески. Ну, хорошо влетает. Сейчас попадет по трем противникам своим замедлением. Однако сам он нанести никакого урона почти не может. У нас тут тимфайт разделился. Молдову забирает Айфу тут в одиночку. Уделился он от своей команды. Панда Стелл получает котлом. Его замедляет. Айфу напичкивает его стрелами. Кулгай тут тоже получает много урона. Но тем не менее он выживает. Реф в ответ пытается Айфу что-то сделать. И вся команда чести должна сейчас отрегениваться. Но времени у них нету. И генератор упадет. Напинас, который умер, только что возродился. И по-моему сейчас он снова умрет. Да, он падает. И по-моему сейчас у нас будет падать Кракс. Получает много урона. Квалдес вымирает под фокусом огромнейшим. Реф пытается нанести хоть кому-то урон. Крайтос падает. Но этому будет просто сейчас наверное недостаточно. Пытаются хоть как-то нанести урон. Но игра окончена. Победа отходит команде TGP. Хорошая игра. Они молодцы. То есть не смогли. Не смогли продержаться. TMS. Не смогли они добиться лейтгейма. Собственно наверное поэтому и проиграли. Что ж, оставайтесь с нами. Скоро начнется вторая полуфинальная игра. А пока.